9 декабря, в День Героев Отечества, Духовенство, Молодежная Община и Казаки Храма Рождества Христова посетили Краснодарский военный госпиталь, где находятся на излечении военнослужащие, участники специальной военной операции на Украине. В этот день был отслужен молебен о здравии, в котором приняли участие представители Общественной Палаты Краснодарского края, представители Городской Думы Краснодара, казаки, молодежный хор и сестры Милосердия Молодежной Общины Храма Рождества Христова, сотрудники лечебного учреждения и раненые бойцы. Сегодня вся наша страна отмечает День Героев, поэтому это и ваш праздник. Независимо от того, какие награды вы получили или не получили, это не важно. Важно, что вы там были и защищали нас от этого иго, которое наступает от нас. Мы верили, что мы победили. Во время молебна вознесли молитвы о здравии всех воинов, которые находятся в госпитале на излечении. Вы настоящие герои, а вы, как сказал вчера, президент, он всегда в этом говорит. Я хочу каждому из вас сказать, вы герои, вы наши защитники, вы молодцы, вам здоровья, здоровья вашим близким. И вам огромное спасибо, и спасибо вашим родителям за то, что они вас воспитали, за то, что вы оказались там, где должны были оказаться, что Родина – это мама. Значит, вас мама правильно воспитала, и вы защищаете свою Родину. С начала военной операции в госпиталь принимают много раненых. Врачи и медперсонал делают для них всё возможное, совершают сложные операции. Восстановление после ранения требует от бойцов большого мужества, терпения, силы духа и крепкой веры в Бога, как в истинного целителя и спасителя душ и тел человеческих. Поэтому духовная поддержка для военных очень важна. Ещё весной в лечебное учреждение была доставлена икона Божией Матери «Призри на смирение» и обустроена молитвенная комната. С этих пор в госпитале появилось место, где можно помолиться о здравии своих близких и о покоении погибших товарищей. Мы все просим заступничества и покровительства Матери Божией и верим, что Пресвятая Богородица услышит наши молитвы. В госпиталь были привезены молитвословы и духовная литература. В каждую палату военнослужащим передали Святое Евангелие, и каждый боец получил икону Святого Георгия Победоносца и пояс с молитвой «Живые в помощи». Окрадим Вас, Святой Господь. Господи помилуй, огради Господа. Силу и числа. Силу и числа. Храни Господь. Праздник. Праздник. Поправляй. Слава Богу! 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 Слава Богу!